Вы знаете, бывают собачные ассоциации, которые в репертаже юридического проекта про Коми-Путин со всякими безобразиями, которые происходят в Институте государственной правой, и некоторые из вас участвуют в этом. План сегодня такой у нас. Сначала четвернин выступает с закладом homo juridicus, потом, после обсуждения, уважаемый коллега, Вадген Субатышнер Систян выступит с докладом, как всегда, с каким-то там трёхэтажным названием, как его кратко можно маркировать? Можно. Право! Право! Всё, всё. Ну, в общем, дальше Вадген Субатыш, потом у нас будет большой перерыв. Там можно сходить. Валерий Кизилов, это твое дело есть? Нет, 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 нет. Нет, кому нужно, пожалуйста. После этого Кизилов в 18.30 собирался, да? Да, они говорят, значит, 18.30. Валера Кизилова будет что-то рассказывать, что же Риашвили неправильно говорил про демократию и либертарианство. Вот. И уже под конец, после всего, Валерия Викторовна Морозова, ну, как у тебя называется это всё? Нечеловеческое и фантастическое... Как субъект права в процессах средневековых и раннего нового времени. Как субъект... Значит, нечеловеческое и фантастическое. Как субъект права в процессах средневековья и раннего нового времени. Вот. То есть как это можно как-нибудь покороче назвать? Ну, как эти... Нечеловеческие... Чертей. Про то, как судили, как судили нечеловеков. Чертей. И как это можно связать впоследствии с феноменом дискриминации. То есть, как говорят... С феноменом дискриминации или с тем, что называют дискриминацией, причём каждому... Магическое сознание как прекурсор понятия дискриминации. Прекрасно. Андрей Валерьевич, закройте, пожалуйста, Задмите вот эту дверь. Она должна быть всё время закрыта, потому что... Так, ладечку мешают всё время. Уходят такие, смотрят сюда. Это не положено. Людей не платили. Их не приглашали. Итак, уважаемые коллеги, я начинаю с вотю вклад с следующего предисловия. Я в течение последнего года примерно усердно рекламирую такого культуролога по фамилии Пилипенко. Значит, есть такой человек Пилипенко. Его зовут Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич Пилипенко. Он, насколько я понимаю, прежде всего художник, литератор. У него множество всяких живописных работ. На Данилу похож, кстати. Вот примерно такой же. Когда бы молодой был, как я не так делал. А то, что вы видите. Ну, вот он еще культуролог, ученый, ученый, культуролог. Ну, если что, учили, учили, вот вы учили на Саргулу. Какой он тоже занимает, в каком-то я забыл, институте. Ладно, это не важно. Все вы можете посмотреть про него на персональном сайте. У него есть свой персональный сайт. Если вы в любом поисковике наберете перепенков, то он выдаст, прежде всего, поисковик адрес его персонального сайта, где вы картинки можете просто так смотреть, а вот читать там что-то, только какие-то анонсы можно там, или аннотации. И для того, чтобы прочитать все, что там написано, надо просто зарегистрироваться. Я когда-то вот наткнулся на этот сайт, увидел, что там надо регистрироваться, что-то мне раскателось, и некогда было. А регистрироваться тут очень просто. Вот я теперь тут считаю, что очень много потерял за этот год. Надо было сначала зайти на этот сайт Пилипенко. Вот отсылаю на сторону. И есть еще один человек по фамилии Яковенко. Вот Пилипенко и Яковенко, два хохла, вот они выступают в паре. Между собой. Ну, Яковенко, Игорь, Яковенко, ну, Игорь Яковенко, как всегда известный. Вот это известный, куда более известный культуролог, потому что он уже человек в возрасте, ему уже за 60, он уже давно светится, известен, хотя тоже он начинал, типа того, что закончил какой-то там металлургический или заборостроительный, а потом уже в 90-е годы только проявился как социолог, как культуролог. И можно так сказать, что по научной направленности и по содержанию исследования Пилипенко и Яковенко во многом совпадают, стыкуются. Вот просто у Пилипенко это более продуктивно получается, более, по-моему, ярко, выпукло. Работы, которые у них идут с авторствием, прежде всего чувствуют, что Пилипенко писал. То есть, если почитать, что у Пилипенко написано под его только фамилией, и то, что под фамилией Яковенко и Пилипенко, то не сразу понятно, а при чем тут Яковенко. Скажется все время, что это Пилипенко. Андрей Анатольевич Пилипенко. Вот, значит, я последний год нахожусь под впечатлением Андрея Анатольевича Пилипенко в основном. Да. Почему так? Почему последний год? Ну, год с небольшим осенью 2010 года в нашем Вышкинском, ну, точнее так, научный руководитель Вышколы экономики Евгений Григорьевич Ясин одновременно возглавляет такой фонд, это называется фонд «Либеральная миссия». Ясин пользует своим авторитетом, связи, добывает всякие деньги, которые он пускает в оборот, в рост, в дело, там, финансирует. Вот, например, я получаю в этом году типа там стипендии какой-то там от этого фонда и так далее. И они проводят очень интересные мероприятия, семинары, там, на самом деле, разные темы, дискуссии. Всем, кто до сих пор не видел сайта фонда «Либеральная миссия», я советую, прежде всего, пойти на этот сайт и посмотреть, что там есть. В частности, в 2010 году они начали очень интересную новую дискуссию, такой вялотекущий семинар, который уже больше года продолжается, он еще не кончился, еще не все участники этого семинара были на ответном докладе. Там каждый семинар это доклад одного из постоянных участников этого семинара. Семинары, вся эта тема дискуссии называется «Кризис культуры», ну и что-то там, еще какой-то подзаголовок, «Кризис культуры», типа, куда дальше, приехали. Что дальше? Вот, вот в рамках этого самого семинара год назад состоялся доклад Андрея Анатольевича Пилипинакова про русскую систему, про кризис русской, про кризис и вообще гибель той социокультуры, которая называется на русской системе. И в частности, из этого доклада было видно, что опирается Андрей Анатольевич Пилипенко на некую теорию, которой, вот следы ее видны в этом докладе, но самой ее нет. Вот я стал искать теорию, изложения этой теории и узнал, оказывается, что, оказывается, еще в 1998 году Пилипенко и Каверко опубликовали книгу под названием «Культура как система». Тиражом каким-то мизерным, в интернете в свободном доступе ее нет. Вот на сайте у Килипенко есть только аннотация этой книги, самой книги нет. Мне вот совершенно случайно удалось этот текст достать. У меня есть, я уже там всем кому-то, кто обращался, там рассылаю, пожалуйста, этот текст в электронном виде, «Культура как система». Вот я сожалею, что еще в 1998 году я не прочитал эту книгу и сколько значит уже 13, ну 12 лет я валял дурака, пытался как самоучка, там, научник, методом профоршибок, прийти к тому, что уже сказали в 1998 году специалисты. Значит, есть два специалиста в этой области, Пилипенко и Каверко. Они не с пальца высосали, они опираясь на огромный накопленный научный, другими накопленные уже научный багаж, анализируя то, что делал национист, выдвинули определенную концепцию, ее обосновали, которую вот я и сейчас покажу, как я применяю в своих рассуждениях. В своих рассуждениях. Напомню, что в таких историосовских рассуждениях Владика Субатова и Ченерсисянца проводятся следующие мысли, что история нас интересующая, вот к нам пришел Валера Кизилов, это очень хорошо, ты пришел к нам на совсем или ты пришел только посмотреть, что здесь, Кот, отлично, всегда. Валера, закрой, пожалуйста, только эту дверь, чтобы больше никто не проская. Вот это очень хорошо, что ты пришел. Значит, будешь нам про что рассказывать? Либерторианство и демократия. Нет, а про что это? Про что это? Как связаны возможности политической реализации принципов экономической свободы с формой государственного устройства и с мнениями, которые бытуют среди разных слоев населения. Ну, хорошо. Ранным опытом прорадует эта страна. Достаточно нормально. Это нормально, что после перерыва мы будем это дело слушать и обсуждать? Это нормально, да? И это какие-то другие пожелания? Я слышал на 18.30. Да, но это все условно. Да, вот, на, конечно. Все очень хорошо. Итак, я напомню, что в старецовских рассуждениях главы государственного воспроизводится эта гегеревско-маркерская схема, ну, типа пятичленка, просто-напросто там вместо названий принятых марксизме используются другие названия. Все по существу то же самое. Если ничего не понятно. Хотя в одном-двух серьезных рассуждениях по нерсисианцам есть оговорки типа, что несмотря на то, что вектор-то всемирно-исторический вот такой всем виден, некоторые народы до сих застряли и до сих пор пребывают в силовом поле деспотизма. Вообще-то предполагается, что помимо того, что происходит развитие свободы, северно-исторический развитие свободы. Есть еще какие-то другие процессы, которые вот так вот просто походя. Они говорят, но некоторые народы застряли в силовом поле деспотизма. Но это дальше с какой точки зрения смотреть, в какую идеологическую позицию смотреть на это дело. С какой-то позиции если надо просто это легнуть, достаточно сказать, что некоторые народы застряли, а можно вообще сказать, что прогресс этот прогресс свободу, он конечно есть какой-то прогресс свободы, но это скорее как-то это аномалия, нежели какой-то всемирно-исторический вектор. Так сказать, силовое поле деспотизма определяло, определяет и будет определять историю человечества на этой земле. Кому как нравится. И я, в конце концов, пришел к выводу научному, что существует два начала социальности, что существует два типа социокультуры, правовой и патестарной. История – это не просто всемирно-исторический прогресс, свободный. Это история всемирно-исторической конкуренции двух типов социальности, двух типов социокультуры. Правового и патестарного типа. Вот такой вывод, значит, я пришел, но он, мне кажется, на поверхности лежит. В всяком случае, я могу сказать так, что подавляющее большинство современных культурологов, и смехажей, я делаю такую оговорку, подавляющее большинство известных мне современных культурологов, так или иначе, различают такие два типа социальности или два типа социокультуры. Они могут их по-разному именовать, не так, как я. Они могут видеть в этих типах некие иные стороны, но онтологически они вот различают то же самое, что и я. Вот, пожалуйста, тот же самый Пилипенко или Пилипенко-Яковенко, у них можно обнаружить ту же самую типологию. Но говорят они по-другому, называют, другие слова используют, содержание то же самое. Потому что они не юристы. Вот меня интересует, как юриста, прежде всего, эти типы социокультуры, в их правовом или антиправовом измерении. Поэтому для меня это правовой и патестарный тип. У них это может как-то называться по-другому. Или вот то, что у Лотмана, допустим, называется договоры вручения себя. Вот мы там, по слову, права, там правовой тип не употреблять. По сути, то же самое. То есть, вот такой мой вывод о двух типах социокультуры, как детерминанты всемирно-исторического прогресса, тут, в общем, ничего нового. Дальше, следующий вопрос. А как это вот однозначно противоречит представление Владика Суматовича о всемирно-историческом прогрессе? Да нет, вот, мне кажется, что не противоречит, просто это вот иное объяснение. Теория другая. Теория то же самое, но теория другая. А вот если ознакомиться с концепцией развиваемой в работах Перекенко и Экаенко, то окажется, что, вот, грубо говоря, работы Перекенко и Экаенко, они снимают те противоречия, которые есть между рассуждениями Всесанства и рассуждениями Четвертым. А именно, вот, что прежде всего, что самое главное в этой концепции, то такое очень простое утверждение, что существует в сегодняшних идеологиях, в сегодняшнем современном сознании, он такой самый распространенный, такой миф о человеке, о том, что есть, дескать, существует, живет, такое вот существо, которое называется человек. У него, конечно, есть там разные, там, всякие разновидности у человека есть, вот, но в сущности это всегда один и тот же человек. И в мейнстримовских доминирующих идеологиях, вот в Западе, собрать западную культуру, в доминирующих идеологиях, конечно, левые, социалистические идеологии, там провозглашаются права человека как такового. Человека как такового. То есть здесь не учитывается, что человек – существо социокультурное, что в разных социокультурах вообще человеки могут быть самые разные. И внешне-то они все похожи, то есть как-то физически антропно они похожи, но по существу, утверждают Пилипенко и Ковенко, нету такого существа, вот такого сущности, такого человек нет, а есть типы человека. Есть разные типы, то есть в современности сосуществуют и раньше сосуществовали разные типы человека. Вот когда-то появился этот гомо сапиенс, хомо сапиенс, и это было, ну сколько это, 100, там, 200 тысяч лет назад. Хомо сапиенс, когда появился? Ну это очень давно, это 30 тысяч лет назад. 30 тысяч лет назад. 30 тысяч лет. А неолитическая революция когда была? 10 тысяч. 10 тысяч. Допустим, от 8 до 3. Значит, хомо сапиенс, от 8 до 3? Нет, 3 это Египет. А Иван Грозный, Александр Невский, Петр I, это одно и то же лицо. И Чингискант. Иван III еще в пирамиде Хеопса захоронен. То есть история продолжается вообще только 3 тысячи лет, известно. Глепа. Значит, вот когда-то появился этот гомо сапиенс, ну и дальше, вот он как-то осовременился и стал современным человеком. Вот такие представления в обыденном и околонаучном сознании. А даже вот если просто задуматься на эту тему, то у нас очевидно, что вообще-то их не так. И там 100 лет назад исследователи наблюдали, и даже мы сегодня наблюдаем, скажем там, и в Амазонии, и где-то в дебрях, там, экваториальной Африки, и в пустынях Австралии, и иногда в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Такие существа, они похожи на человека, понимаете? Похожи на человека. Но они ведут себя как-то странно. Если попытаться с ними пообщаться, мы увидим, что у них совершенно иное, нежели у нас, мировоззрение. Причем нас, я имею в виду, не обязательно либертарианцев. Вот возьмем современного цивилизованного западного городского человека. И если сравнить с ним, с этим западным средним цивилизованным городским человеком, вот этих аборигенов австралийских и им подобных, которые вот они вот смешно ему всегда проникли, что это присущество на нашей планете. Вот если сравнить, мы увидим, что это люди в своей сущности, свои сущности принципиально разные, но вот нельзя их называть даже человеками. Эти и другие как-то вот по внешнему, по устройству, внутренних органов, они схожи, там, я не знаю, там, какие-то различки, несущественные, мельчайшие, невидимые различия. Но если взять то, что называется ментальность или менталитет, мы увидим, как в известном городе говорится, две большие разницы. Две большие разницы. То есть вот принципиально иные представления о мире, о бытии и так далее. Ну ведь всем нам прекрасно известно, что мы использовали, всегда использовали, сейчас используем такое понятие первобытный человек, там первобытные люди, примитивные люди и так далее. Значит, все-таки очевидно, что существует не некий единый человек, а разные там всякие разновидности человеков, которые можно как-то типологизировать, как-то типологизировать. Причем разница не какая-то там расовая, не какая-то внешне выраженная антропная, антропологическая разница, а разница именно в том, что называется ментальность или менталитет. Теперь вот такой оговорок я должен сделать. Слово ментальность, менталитет, оно уже давно вошло в наш оборот. Понимают под ним все примерно что-то одно и то же. Примерно. Определений никаких научных никто, по-моему, даже и не пытался давать. И более того, есть такая точка зрения, что это не научно употреблять такое совершенно неопределенное понятие, что это такое, как его потрогать, как его измерить. Ну вот, понятно, есть люди, которые измеряют это. А вот, а хотя бы более-менее определить, а вот никто еще не определил, значит, это не научно рассуждать о менталитете. То есть некое принципиальное осуждение строится на неопределенном понятии. Я говорю, что типы человека различаются по менталитету. А что такое менталитет? Черт его знает. Черт его знает. И вот на это я просто сейчас воспроизведу очень понравившееся мне возражение, сделанное как раз Игорем Яковенко. Что ученые, например, в частности, ученые не знают, что такое гравитация. Ну вот не знают, не могут они объяснить, что это такое. Хотя все знают, что она есть. Все признают. Никто из того, что нельзя объяснить, что такое гравитация, не вытекает то, что ее нет. Значит, тут принято считать определенный тип явлений, охарактеризовать его как гравитация. Когда-то при более, будем так говорить, на примитивном уровне развития наук, там было все просто. Потом наука развивалась и развивалась, пошли разные теории гравитации, а теперь ученые вообще говорят, мы не знаем, что это такое. Вот современная наука рассказала, что пока мы этим не будем заниматься, потому что вообще ничего не понятно. Она есть, оно есть, что это такое, черт его знает. Вот то же самое менталитет. И давным-давно уже все ухватились за этот термин, за это понятие менталитет. То есть объясняют им там мировоззрение, парадигмы, там, как-то иначе мира, с миром, миропонимание, там, представление, толкование, интерпретация. Рациональные, рациональные, мифологические, там, религиозные, светские, все это, значит, обозначается понятием менталитет. И вот связывается именно природа человека или сущность человека. И с тем, что у него там две руки, там, две ноги, что-то в этом роде. Не в том смысле, как Платон когда-то, помните, Платон, Диоген, это известный анекдот, что Платон, дескать, определил человека как многое без перьев. Когда Диоген ощипал петуха, значит, стал им ходить размайкать, вот платоновский человек, вот платоновский человек. Тогда Платон стал добавлять, что он еще обладает, и вот начал там накручивать, накручивать. Вот, то есть, сущность человека не в том, что он двуногая без перьев, а вот в его разумных качествах, которые, так вот, читается, нету живого. Кто-то оспаривает, кто-то, помню, другой человек. Итак, получается, следующая картина, что я не буду сейчас там выяснять, что такое менталитет. Я исхожу из того, что все мы примерно одинаково понимаем, что такое менталитет. Или менталитет. И, значит, первый мой тэрис сводится к тому, что существующие, существовавшие, существующие сейчас типы человека различаются по менталитету. По менталитету. Вот для меня, например, важно, что это менталитет правовой и потестарный. Еще раз то же самое, я скажу у вас, с какой точки зрения. Если я различаю два типа социокультуры, и при этом я не какой-нибудь реалист, если я не номиналист, а реалист, я не реалист, не холист, и так далее. Все совершенно обманут. Если я различаю два типа социокультуры, значит, логически я обязан различать и два типа человека. Ибо откуда берутся социокультурники? Они не от сырости вырастают, и не Бог их дает, их делают люди. Если два типа социокультуры, значит, должно быть и два типа человека. И каждый тип социокультуры воспроизводит этот тип человека. И человек делает это социокультурой, социокультура воспроизводит этого человека. то есть социокультура и способ поддержания определенного антропу типа социокультурный тип человека социокультурные типы человека различаются по ментальности для меня это правовой и патестарный тип я не специалист я не культуров я просто чисто логически пригожу к выводу том что значит два типа социокультуры что этих человек что это откуда что это такое откуда они берутся нет совершенно непонятно это будет оказывается наука социальной психологии связанную с ней социокультурные исследования уже давным-давно этим занимается это просто я в силу необразованности своей ничего не знаю если взять не пилипенко там в первой части там вечер есть вот одна собственно объяснение этих типов а вторая история совская применение этой типологии да описание истории кратко такого писать историю небольшая там где-то страница 300 не больше так что введение в курс культурологии так вот значит специалисты одни и объясняют следующее да еще такая коробка я сейчас я еще раз почерпу я не специалист я просто некомпетентен я вам выдаю те выводы к которым пришли авторы только я считаю специалистами поэтому мне объяснять ничего не буду вопросы мне не нужно задавать я вас отсылаю пожалуйста к первой части книги пилипенко и яковенко просто их выводы что такое значит какие типы человека по ментальности как они формируются как это все выглядит во-первых у них не два типа как у меня а третий вот был гомосарбинс потом он как-то вот начал развиваться вот они пишут так что первый это название у них такие название этих типов у них вот такие у меня пойдет от нищего к высшему вот дальше он как-то развивался этот гомосарбинс он сегодня не остался таки таким же каким он был эти десятки тысяч лет назад вот они пилипенко и яковенко называют так вот у них такие названия меня не устраивающие совершенно индивид индивид вообще-то у них есть и другое название но мне гораздо больше нравится родовой человек ну тем самым они подчеркивают что вид там вид 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 видовой то есть человек как представитель просто вида некоего и больше еще ничем он не отметился больше ничего он не 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 проявляет себя никак следующий у них называется бальян это все терминологии яковенко вот яковенко это терминология пилипенко он со словами вообще обращается конечно ну в общем так его устраивает на читателей ему наплевать если читатель не дорос до терминологии пилипенко пусть хуже будет читатель а не пилипенко не обязан пилипенко подделываться под безграмотного там софого читателя и так далее ну палеат понятно всем известно палеотип значит палеат это будет нечто среднее вот эти вот совсем архаичным который у них индивид и вот последний высший тип человека называется очень просто но если вы не читали гадаете как личность вот как личность называется значит я добавлю еще так у них примерно такое обозначение есть но вот я буду на этом настаивать вот это будет государственный человек государственный человек гад это который государственный человек это человек для которого единственно возможные или так наиболее предпочтительный или антологически ему присущий его сущности присущий способ социального В идее это государственность. Вот для него то, что там выше этой государственности по этой шкале, это разрушение государственности. Это для него примитивные люди, их можно истреблять, на них можно пахать, там что-то с ними делать и так далее. А у них государственность, люди государевые и так далее. Значит личность, это фактически вот кто на моем языке будет. Вот это будет правовой человек. Вот это и будет правовой человек. Вот так, по их мнению, происходит развитие человека. Вот три типа человека, Дарила, понимаешь, что я говорю, что это три типа человека. Но это еще не самое интересное. А вот самое интересное, как технически это все происходит, эти типы складываются. Там объясняется так, повторяю, не надо меня спрашивать про механизм, я только выдаю результаты. Человек, развивающийся естественным образом, вот в природе так заложено, вот развитие, там разум, там, не важно, что это такое. Вот любой современный человек, он в процессе своего роста, рождения, там, дальнейшего роста, становления, там, превращения в кого-то, вот он до какого-то возраста, детского возраста, формируется в своем менталитете, вот в своей рациональной природе. И все люди, все люди в своем этом формировании, становлении, в самом раннем детстве, проходят такой уровень, который соответствует вот этому вот родовому человеку. Все соответствуют вот этому родовому человеку. Но дальше не все, а некоторые развиваются до уровня полиатра, и еще некоторые потом в детстве развиваются до уровня личности. До уровня личности. Ну, в общем-то, вы все прекрасно понимаете, что люди, например, мы говорим, вот природа разные, одни от природы одаренные, другие не одаренные. Из одного вырастет, вот там, чемпион мира по шагу, потом называется Гарри Каспар, а из другого он вырастет какой-то там, вот этот, как по фамилии которого, Грызлов, боев. Ну, или там какой-то совсем первобытный, то есть, по уровню, там, мы говорим, от природы одаренность, там, какая-то. Вот люди более похожи на первобытных, примитивных, а есть люди, которые, например, пишут такие книги, как Пилипенко и Каренко. Вот я, например, с трудом читаю, я не понимаю, а у них это просто все, само в себе. А есть вообще люди, которые занимаются теоретической физикой. И вообще все чудеса науки-техники, вот, которыми мы пользуемся здесь, это создали такие люди, с таким менталитетом, с таким уровнем рациональных способностей, рационального внушения, которым тут померки не гонился. Вот, но они, кстати, ничего не понимают, вот в том, о чем Данила пишут, Данил, никогда не разберутся, вот у них в мозге так вот, свернулись в ту сторону, что они Данилу никогда не поймут и будут думать, что Данила тоже очень умный, прям как они. Хотя Данила-то знает, что, знаешь, это не так. Итак, значит, когда-то в детстве на каком-то уровне развития мозга, этой ментальности, развитие дальше прекращается, то есть сам человек дальше развиваться не будет. Вот тут я обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Не нужно вот эту концепцию путать с расизмом. Вот у них там черным по белым. Что в принципе любой человек может вырасти вот до этого уровня. В принципе. То есть они там никаких пределов этому, не ставят сказать, что если в Африке родился, если ты черный, если ты китайцы, если ты, не дай бог, русский, то ты вот, значит, где-то вот на этом уровне непременно застанешь. Нет, вот никаких антропических данных о том, что люди генетически есть такие, которые предназначены для такого развития и которые не предназначены, которые вот здесь обрубаются. Вот у них нет. У них другое. Они объясняют, что вот этот процесс человеческого ментального роста у ребенка, он происходит в той социо-культурной среде, в которой этот ребенок родился и развивается. Вот то, что точно, вот это уж точно, у них это все доказано, по их мнению это доказано. Вот прервется это развитие на этом некотором уровне родового человека, и вот дальше с этим человеком что не делай, потом уже, как его не воспитывай, как его не переделай, по существу ментальность его не переделает уже, она развиваться не будет. Будет другое. Человек приспосабливается, он хорошо приспосабливает, любой человек. Он сможет приспособиться. То есть если взять и ребенка, родившегося в социо-культурной среде, в примитивной социо-культурной среде, там выше уровень социальности, большая семья или там община какая-нибудь, который развился только до такого уровня родового человека, потом поместить его в другую, в более развитую социо-культурную среду, и там начать воспитывать, у него, на его ментальность родового человека нарастет. Растет новый слой. Слой, позволяющий ему, слой ментальности, позволяющий ему существовать уже в качестве полиата, быть почти как этим самым полиатом, государственным человеком. Государственным человеком. Однако, подчеркивают они, вот если произойдет изменение социо-культурной среды, ну а именно почему-то разрушится существующая государственность, институты, заставляющие его подстраиваться под основную массу населения этих полиатов, государственных людей, начнут рушиться. Он с легкостью сам раскультурится и вернется вот на этот свой уровень. Понимаете? То есть это как бы как шляпа, которую его заставляет жизнь носить, потому что здесь без шляпы ходить нельзя. Но как только исчезли вот те факторы, которые заставляли его носить шляп, он тут же ее с легкостью выбрасывает и бросается в ту же самую ментальность, в ту же самую социо-культуру, в те же самые институты, из которых его когда-то вытернули. Из которых его когда-то вытернули. То есть он не становится полиатом, он не станет полиатом никогда. Ну и соответственно, если человек там, развитие которого в качестве государственного человека стало окончательно бесповоротным. То есть если его, такого человека, помещать в социо-культурную среду правовую, вот там где требуется уже личность, он становится добропорядочным членом этого правового общества. Пожалуйста. Но как только правовые институты дают сбой, начинают разрушаться, вот тут он сразу же начинает кричать «Хай Гитлер!» или «Хай Путин!» Он искренне, с удовольствием кричит, что Германия превыше всего, что Россия там для русских, или там «Слава КПСС!» там что-нибудь там в этом роде, понимаете? Он тут же опускается. То есть человек может, бля, он может прекрасно существовать в правовом обществе, в правовой культуре. Но если фактор заставляющий его существовать в этом обществе ослабевает, он тут же избирает Путина президентом. То есть дай им возможность, дай им доступ к власти в правовом обществе, там где нюкратические процедуры, пожалуйста. Они избирают сразу Путина, понимаете? Потому что он как бы вот этим государственным человеком так и остался. Он использует правовые процедуры для того, чтобы воплотить в жизнь единственный понятный ему способ социальности. А именно, сила, только сила является единственным возможным упорядочивающим фактором. Социальный порядок может строиться только на силе, больше ни на чем. Другого они не знают. Вот такая интересная штука. Ну, значит, еще переменка, прежде всего, используют понятие партиципация. Партиципация. Вот это сопричастность там почему-то. Для индивида, для вот родового человека, для него характерна партиципация, то есть сопричастность. Он мыслит в себя единственно в качестве существа, включенного в некую целостность, который в данном случае будет род, ну, например, большая семья. То есть это достаточно примитивная форма коллективного существования, в которой существует социальная роль главы этого рода, этого большого семейства, который выполняет функцию управления всеми обменами внутри этого семейно-производственного коллектива, который обладает численной потенциальной властью, ресурсами, значит, применения этой власти, но который не обладает, по существу, достаточными ресурсами для отражения внешней агрессии. У него достаточно ресурсов для управления внутри, но недостаточно ресурсов для отражения внешней агрессии. Понимаете, какая фигня? С подобными коллективами сталкиваясь, он может организовать отпор агрессору, а с объединением подобных коллективов или с каким-то уже антологически иным социальным образованием сталкнувшись здесь, он уже ничего не может сделать. Вот эта форма большая семья, она недостаточна для отражения внешней агрессии. Поэтому на этом уровне рассуждаем, можно сказать, что в палеазь государственный человек, там же партиципация к другому. Опять же, сопричастность к силе, но вот эта сила уже проявлять себя должна на уровне так называемого большого общества, которое объявляет множество общин, которые есть институты публично-властного управления. Вот на уровне большого общества, которое и образует этот самый пуляр, человек государственный, сила уже способна не только опосредовать все обмены внутри этого сообщества, но и действовать как сила и вовне, и не только отражать агрессию, но и самой быть таким агрессором, что и пожрать, поглощать другие. То есть объединяем множество родов, там, больших семей, общин. Достигается от объема здесь такой эффект, что не просто какое-то там распределение, перераспределение, а здесь уже разделение на сословия, на классы воинов, скажем, и земледельцев, или групп там с такими интересами, с такими интересами. И перераспределение таким образом, что можно вот это сословие воинов или те, кто выполняет эту военную функцию, организовать таким образом, чтобы давать эффективный отпор агрессору и самому захватывать возлежащие или доступные какие-то социальные общности. Вот я еще поясню, что, забыл я просто это написать, что, значит, индивид, вот это, он родовой человек, вот это в неолитическую революцию появляется этот самый родовой человек. Вот это, они говорят, в осевое время, в осевое время появляется, а личность, правовой человек, это по существу человек нового времени. Новое время. Не, не писать. НВ, новое время. Значит, как это нужно понимать? Что, конечно же, и, вот, может быть, и до неолитической революции уже проявлялся такой уровень самосознания, менталитета, который характерен для этого идеи. После неолитической революции он становится господствующим, доминирующим. Конечно, государственность возникает и до осевого времени. Но это, скорее, какие-то укрупнения большой семьи. Какие же какие-то проявления полята государственного человека есть и до осевого времени. Проявления есть, но он не доминирует. В осевое время что-то такое происходит, что поляк, государственный человек, становится господствующим, доминирующим типом. Конечно, и до нового времени существует, проявляется так или иначе где-то правовой человек. Вот история Сократа или история Эзопа, пожалуйста. Это истории правового человека, человека личностного типа. Вы помните эту историю Эзопа? Мне очень нравится. Это художественная обыденность. Я, в общем-то, не читал каких-то научных источников на этот счет. Я вот только из художного произведения знаю. Когда жена Ксанфа, у которого Эзопа была Богу, влюблена была в Эзопа до такой степени, что когда под давлением, как бы сказали, прогрессивной общественности Ксанф был вынужден освободить Эзопа, дать ему вольную, вот. Жена, я забыл, как ее звали, вот она, ну, баба не вообще такие, а тут вот, когда любовь, тут вообще никакие рациональные соображения не действуют, она же не понимает, что творит. Она, чтобы его как-то вернуть, сделала вот что. Вы же понимаете, что когда раба освобождают, вот он был рабом у Ксанфа, у него было все, что угодно, а теперь он свободен. Это значит, снимай все с себя и ты свободен. Пошел вон. Вот Владиславович, кстати, неоднократно, он любил приводить вот эту строчку из примера Хлебникова, «Свобода приходит на Гая». Ну вот он придавал там какой-то смысл этому, а у Хлебникова все просто. Свобода приходит на Гая в том смысле, что вот, если ты был не свободный, а теперь ты стал свободный, значит, ты голый, у тебя больше ничего нету. Не бывает так, что ты был не свободный из несвободного состояния, кроме того, что ты человек свободный, ты еще что-то с собой принес. Вот как этот опыт, он освобожденный из рабства, он дальше голый. Но он какой-то вот это вот жуткое трепье на себя надянул, зачем он его не снимал, оно никому не надо, это не важно. Но ночевать где-то надо, понимаете, но где-то ночевать. Где ночует, естественно, в храме, он ночует в храме. И вот жена Оксава, она ночью прокрадывается, она берет драгоценную жертвенную чашу жертвенника и сует ее в котомку Эзопу. Утром приходит храмовая стража, обнаруживает пропажу, обнаруживает тут же склящего Эзопа, хватает, и вот у него в котомке жертвенная чаша. Это святотатство, это карается смертной казнью. Если это совершил свободный человек, а если это совершил раб, то штрафуют за это хозяина. А раба чужого трогать вообще нельзя, это нехорошо, вы сначала разберитесь с хозяином, суд там по закону и так далее. А если вы раба будете чужих трогать за чужих, забрайте, нарушение прав человека будет. И вот в этой ситуации, понятно, она подстраивает такую ситуацию, когда она теперь ему говорит, скорее, скажись рабом, скажи, что тебя нет, что ты не освобожденный Ксанфом, что ты не свободный человек, что ты раб Ксанфа. Говорит, нет, я свободный человек, пардон. Говорит, ну тогда тебя убью, говорит, вообще это очень плохо. Ну неужели ты ради жизни? Говорит, ну да, я все понимаю, так ты мне предлагаешь еще хуже стать рабом, да? Значит, понимаете, это личность, это правовой человек. И вот он, то есть тот, кто дозрел до состояния правового человека, он никогда не раскультуется до уровня париата государственного человека и так далее. То есть как государственного человека можно поднять до уровня правового человека, внешне он будет себя так вести, он обучается, он обучает. Потом факторы поднимающие ослабевают, он тут же на свой уровень. Личность, правовой человек никогда не раскультурится, он уже дозрел до такого состояния. Понимаете, далеко не все люди согласны с таким утверждением. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ну далеко не все с этим согласны. Ну, например, я вот не знаю. Вот я не уверен. Я не знаю, я не уверен. Здесь вот другая еще поговорка такая. Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником. Черт его знает. Вот я рассказываю, что я ничего не знаю. По-разному оно бывает. Инстинкты разные работают. Кстати, у правового человека вот это никуда не делось. И звериное просто оно глубинно сидит. И вот только уж совсем в каких-то стрессовых ситуациях, когда отключаются все вот эти вышестоящие этажи менталитета, начинают работать, вот когда там же борьба за выживать. Но тут это уже не раскультуривание. Здесь уже что-то другое. Ладно, это совсем другой образ мы сейчас увидим. Значит, я к тому, что в новое время он становится господствующим. Но естественно, что если бы не было правового человека в греко-римской античности, то не было бы того римского права, которое вы вот такие глупые студенты изучаете. Зачем вы его изучаете? Или можно в 2000 лет? Зачем оно вам надо? Оно вам надо? Почему? Потому что то частное право, которое возникло в новое время, оно на 90% повторение того, что уже было достигнуто в греко-римской античности. Значит, понимаете, с одной стороны, ну, парадокс такой, что если в новое время, а римское право кто создал, Бог дал, что ли, да? Нет, ничего подобного. Проявления этого правового человека, они есть и до нового времени, и даже есть такое вот, как бы, как это называется, компактное проживание этих правовых человеков греко-римской античности. Какое-то такое компактное проживание. Но вокруг них там множество вообще, и другие там, и вот такие, особенно вот таких вот полно-полно. Они говорят, что, понимаете, у Аристотеля и у подобных есть рассуждение. Вот есть мы, греки, мы вот такие, ну, есть, конечно, и дураки, а есть варвары, они вот такие. То есть на уровне Аристотеля это рассуждение, потому что есть две породы людей от природы, вот такие-сякие. Но, понимаете, Аристотель это тот, который на 2000 лет закрыл свое время наук. Наверняка он касался этой проблемы, естественно он касался этой проблемы. Само собой разумеется. Он эту проблему уже обозначил, что все-таки мы, греки, такие. А в наше время эту греко-элимскую социальную культуру называют античная аномалия. Почему античная аномалия? Потому что повсюду господствует вот этот вот государственный человек. В том, в общем случае, а то и вот такой. И необъяснимы причины, по которым именно здесь вот выпрыгнул этот самый личный справовой человек. Выпрыгнул. Я не знаю, выпрыгнул ли он. Вот для меня это всегда было проблемой, что нет ли у меня здесь потестарного вообще-то элемента в таком рассуждении, что право исторически возникает, когда происходит именно вот эта грамка греко-римской античности соединение в одном лице функций воинов и крестьян. Или как у Гумилева там написано, у Льва Николаевича Погмилева. А вот на рубеже 2-го, 1-го тысячелетия Дорождества Христова пришли откуда севера новые народы. Кельты, латины, ахейцы, которые умели ковать железо. И дальше не очень хорошо. Пишется про то, что это пришли люди с психологией, он не употребляет словом «менталитет», но оно так и просят. Это пришли люди с менталитетом победителей, которых нельзя поработить, покорить. Их можно истребить, но их нельзя сделать рабами, пишет Гумилев. Который, кстати, тоже никогда, вот его невозможно было сделать рабом. Его можно было там в лагере гнобить, лагерную постирать, рап из него все равно не получится. И так далее, там подобное. Вот возник этот такой феномен соединения крестьяна и война в греко-римской античности. И в связи с этим я вспоминаю Бенджамино-Франклиновское рассуждение. У него это демократия, посвященная иметь праву. Я сразу на нормальном языке говорю. Вот Бенджамино-Франклину принадлежит такой афоризм. Право – это договор между одинаково хорошо вооруженными джентльменами. Право – это договор между джентльменами, которые наконец-то уже поняли. Вот не на своих, может быть, ошибок на примере, на ошибок других. Прежде всего поняли, что не нужно пытаться попробовать все-таки выстрелить вперед, чем он. Ну вот практика показывает, что одинаково хорошо мы вооружены. И все вот надеются на то, что я все-таки выстрелю раньше, на секундочку. Потом вот посмотрите, сколько крестов вот стоит и так далее. А может быть хватит уже? Слушай, а ты как думаешь? Да, да, попробуем договориться. Вот. Так вот это вот объяснение, все-таки возникновение права, оно дается в правовой, собственно, парадигме или в силовой парадигме? Я не скажу из того, что вообще только сила является источником всякого бытия. И когда сталкиваются две силы, которые приходят к выводу, что одолеть друг друга не удастся, вот тогда-то и начинается право. То есть это я остаюсь, значит, в силовой парадигме, да? В силовой парадигме. А на самом деле, вот, перед тем, что следует оверх, такая концепция, она нам все хорошо очень объясняет. Что естественно, в те времена, когда формируется эта греко-римская античность, именно там, в этом Северном Средиземноморье, господстве, там, вот этот, вот этот тип, а вот не этот. Вот он является меньшинством, жалким каким-то меньшинством, что впервые там происходит некий всплеск этой правовой культуры. Именно там впервые появляется культура, соцкультура правового типа. Долго она там существует? Да ничего подобного. Вот она проявляется именно на уровне частного права. Вот обмены между теми, между христианами-воинами, которые признают друг друга самопринадлежащими. Почему? Потому что, значит, что попробуй-ка ему сунься. Пришибут сразу же. Да, вот такие нравы-то простые у них. И трое убрали, опять же. Вот, это все те же самые. Вот в этой ситуации. Вот не господствует этот правовой человек, не доминирует. И когда, до тех пор, пока сохраняется соединение христианина и воина, у них не развиваются публично-властные институты. Не развиваются. А вот, когда, наконец, оказывается, что экономически неэффективно, военно в смысле неэффективно, ну, то есть, реформа Мария. Всем понятно, реформа Мария в переход к постоянной армии. Сорок лет понадобилось, чтобы диктатура Цезаря произошла, началась диктатура Цезаря, которая заканчивает с этой самой республикой. Если вопросы, то все вопросы потом. Значит, формат обычный. Зачем выступление, которое не прерывается, потом вопросы, ответ на вопросы, потом выступление по докладу. Пластичный формат. Вот, значит, вот, в принципе, я вам про Филипенко-Яковенко все рассказал, значит, обозначил вот эти типы человеков, объяснил, что человек естественным образом, а, не естественным образом, человек черт знает, каким образом развивается в раннем детстве вот до этого уровня. Если там пресечется развитие здесь, дальше он уже никогда не разобрелся, хотя зачатки может быть и были. То есть, социокультурный момент здесь существует, оно очень важное. Вот этого, допустим, примитивного, какого-то родового человека, можно обучить чему угодно. Филипенко-Яковенко приводит такой пример, как некий там, за подключенный немец какой-то, брызгал, сменой там от счастья, от радости, от восторга, визжа описывает, как папуаса, там они научили за 10 лет, то есть, из папуаса сделали это чуть ли не академико там и так далее. То есть, взяли примитивного папуаса, учили его, учили, учили, и научили. Но он теперь, значит, не просто банан хватает, а так говорит, дай, 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 дай. Вот научили, так вот, примерно, да. То есть, это все немножко там сложнее, а именно, с точки зрения папуаса естественного, естественно, это среда существующего, луна, то, что он видит на небе, это вообще некое антропное божество. Это же некое существо антропное, во-вторых, это божество такое. И размер оно небольшого. Ну, как ему, вот такое, вот так вот. Вот, у него миросезерцание, мировосприятие такое. Папуаса 10 лет учили, и через 5 лет уже научили там, в штанах ходить, без стойка коктия, там пользоваться какими-то туалетными принадлежностями, вот, письмо обучили, много чему его научили. Так вот, через 10 лет он уже всю грамоту познал, основы там географии, истории, основы чего-то еще технической области уже, какое-то минимальное знание уже получил, там, естественных науков, минимум, минимум. Ну, то есть, по программе среди школы, примерно, его там учили-учили, вот, в частности, он даже уже понял, что такое небесные тела, какого они размера, и что люди летали на Луну и высаживались на небо. Он это знает, он вам сможет рассказать, как это все было. То есть, вот он это все понимает. Вот так вот. Вот. Это с точки зрения счастливого немца. Вот так. А тут же поясняют, Яковенко и Кринепенко, совершенно верно, вот так. Дело в том, что у него эти представления у Папуаса уживаются с его угренившимися и никуда не девшимися представлениями о том, что Луна, во-первых, вот такого размера, и она это антропное нетое существо. У него ножки есть, ручки есть, ротики есть, там, клыки там есть, он сожрет кого-нибудь. И когда отвернется вот этот немец его обучающий, вот он тут же, значит, достанет свои кости, начнет поднимекать, давай там плясать и так далее, и тому подобное. И вообще это феномен известный, да? То есть он подстраивается, подстраивается под то, что в этом обществе с этими людьми нужно считать, что Луна, во-первых, очень большая, очень большая, больше, чем эта комната, да? Ну, считай, что люди туда летали на чем-то, он даже может выучить, значит, как сконструировать эту ракету, он это все выучит и так далее. У него там нужно наслоиться. Ну, как только, значит, отвернется этот немец, он этот каменный папорог, его хрень побожжет, сволочь такая, 10 лет меня мучил, жаборой, еды молдавал, штаны заставлял носить. Вот, вот это в скультуре, мне, это известный феномен. Вот именно в таком виде, это писатель Шишкова. Есть такой писатель, был такой писатель, как Вячеслав Шишков, по-моему, да, который был в реках. Это вообще очень интересная книга там, кино, что такое есть, вот книгу, например, интересно читать, там более подробно, более интересно. Вот, в частности, там описывается некий шаман, знаете, тунгусский шаман, забыл, как назвали, там, неважно, который постепенно христианизируется. Вот его местные власти, духовенство, политика, миссионерская политика духовенства там проводят соответствующие тысячи шаманов, надо как-то миссионизировать, христианизировать. Вот. И, то есть, ему внушают, ему долго учат, что вот твой, это твои божества, которым ты можешь, они слабые большинства. Вот сильный Бог, самый сильный Бог, это Иисус, там, Христос нам, и так далее. Вот, в Него надо верить, и так далее. Вот. А ты тут подбиваешь народ, там, черт знает к чему. Вот он постепенно христианизируется, значит, становится христианским шаманом. Вот. В результате это получается так. Вот он, значит, молебен служит. Это у него так, значит, эй, 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 бог матушка, царикс небесный батюшка. Понимаете? Бог матушка, царикс небесный батюшка. Это Шишков же не выдумал все, понимаете? Закойте дверь-то. Нет. Одной бумагой, пожалуйста, брат, держите. Учит меня будет сейчас. Шишков это все не выдумал, понимаете, это наблюдение. Во-первых, здесь работает вот то, что неправильно называется матриархат. На самом деле, не матриархат, это другое, но первично все-таки до человека вот этого, аналитической революции из женского материнского начала, поэтому Бог, матушка, а потом уже на втором месте стоит заступник, некий силовой субъект, выполняющий функцию защиты в роду, в большой семье, цариц небесный батюшка. Вот он христианин, он такой христианин, понимаете, то если уйдут попы, миссионеры, все уже не станет Иисусом никакого. В общем, также этого попуаса можно там научить чему-то, то есть не значит, что он реально поддался за этот уровень. Он приспособился к этому уровню, он научился жить на этом уровне. У Пилипенко и Каленко это речь идет о научно-технических достижениях, там еще вообще о его социокультуре в самом широком смысле. Я выделяю, собственно, правовой и протестарный аспект. Я подчеркиваю, что человек государственный, это человек с протестарным менталитетом, который в партиципации выражается к высшей силе, которая в данном случае выражается в этом феномене государственной власти. Государство с большой буквы, источник всякого бытия, источник всякого социального порядка и так далее. и так далее. Так, уважаемые дамы и господа, вот исходя из, не знаю, вам нужна эта картинка или не нужна, хорошо, я всего еще несколько слов по этому вопросу именно, что в моей вот этой схеме, где 8 типов цивилизации, вот в ее левой правовой половине, вот там происходит такое движение греко-римская античность, потом еще в сторону феодализма в его западном варианте, потом наверх в сторону капитализма, потом опять в сторону вправо, то есть в сторону протестарного начала, значит, в сторону социал-капитализма. Вот это все объясняется еще и с учетом данного здесь объяснения про типы человека. Ну, появляется вот этот всплес греко-римской социокультуры, правового типа, который происходит, в общем, в социокультурной среде, то, что я называю протестарной, вот доминируем вот этих человек. Поэтому очень быстро все свалит на ней. Дальше, что в этом западном феодализме, оно там варится, консервируется. Дальше новый всплеск, капитализм, новое время. И что в этот западный капитализм, в западной культуре капитализм, что там доминирование личности правового человека, нет, опять это еще не доминирование. То есть, как объяснить вот это вот движение, как можно по пятну, в сторону феодализма, в сторону социализма, социального капитализма. Сначала всплеск дается правовому человеку, образует этот всплеск, постепенно оно затухает, приспособившийся, скажем, поляк пожирает те институты, которые создает этот самый правовой человек. Но с точки зрения правового человека публичная власть вообще-то не нужна. Ну или, как вот, то, что называется, допустим, минимальное государство нужно для отражения внешней агрессии, прежде всего, но и для минимального какого-то насилия внутри, потому что для подавления агрессивного насилия со стороны тех, кто Бог себя видел. Почему-то. Но когда эта государственность замысливается, как замысленность именно как государственность минимальная, а все-таки существует, революционирует в социокультурной среде, где вот существует масса вот этих, вот она ими спрограммирована, а масса вот этих составляет население, то приходится использовать эту самую минимальную государственность прежде всего для подавления вот этих вот, для подавления. получается конфликт государственности необходима вот для такого конфликта, вот реальная государственность. Дальше следующий момент. Ну вот пока нравы такие суровые и производительность труда низко, то вот бунтующих вот этих, вот этих, вот этих бунтующих, устраивающих там революции, всякие парижские коммуны, их расстреливают, вешают или отправляют в Каенну, пусть там гниют, там гвианят и прочее, прочее. А потом, когда производительность труда дает уже такой уровень благосостояния, такой уровень производства, когда можно уже в принципе отстегивать что-то вот эти недоразвитые дегенеранты, отстегивать, правда пусть живут как-то. Вот. Очень быстро, значит, превращается это минимальное государство в самое, что именно есть, максимальное. То есть институт государственности в той социокультурной среде, где доминирует человек, реально доминирует человек доправовой, он все равно у вас, как бы таким его минимальным не замыслили, он у вас очень быстро станет государственностью потестарной, которая стремится управлять всем. Значит, я вам напомню, что в середине 19-го века, вот вот когда Вредерик Баспиар писал нам, ныне живущим, то, что прекрасно применяется именно к нашей действительности государство, есть величайшая фикция, посредством которой все пытаются, стараются жить за счет других. Значит, в середине 19-го века власти это было прекрасно видно, что делали вот эти, у них проект был вот в этих минимальной государственности, но уже в середине 19-го века это было вот что, величайшая фикция, посредством которой вот эти вот все, или может быть не все, а тот, что Перепенко-Инковенко вводит еще одно понятие, называется «человек хитрожопый». То есть, вот эти бывают придурки, а бывают и совсем даже не придурки, так и пишут «хитрожопые». Вот они-то и используют институты публичной власти, они не просто стараются жить за счет других, а используют эти публично-властные институты для того, чтобы удовлетворять максимальную потребность за счет других. Вот, стало быть, вот это моя признание того, что нет человека вообще, а есть разные типы человека. Отсюда вытекает то, что прав человека вообще не существует. Ну это, в общем-то, и очевидно, что только право – это такой феномен, который существует только в определенном кругу, в том кругу, где люди признают друг друга равные свободы, или, как правило, в основном признают, значит, запрет адресивного насилия. Вот так можно в этом дискурсе, в этом кругу рассуждать о правах человека. А в сообществе, которое состоит из разных типов, из правового типа и из неправового или докравового типа, говорить о правах человека – это абсурдно. То есть вот эти говорят, да, мы признаем равные права всех, то есть и ваши права тоже. Ах, вы наши права тоже признаете? Отлично. Сейчас мы вами полакомимся тогда, раз вы наши права признаете. Вот и прочее, прочее. То есть поскольку не существует, вот парадокс такой, поскольку не существует единого человека, есть разные типы человека, а вот этот человек не может не признавать права человекоподобных равными себе. Вот и получается то, что эта социокультура очень быстро трансформируется, деформируется, есть правовой, есть чисто правовой, становится уже полуправовой, полупротестантной. Вот такие вот интересные выводы я предлагаю. Теперь, пожалуйста, вопросы. У меня всего четыре вопроса. Лучше задать их все сразу? Не-е-е-е. Танки оба сразу. Первый вопрос такой. Вот известное явление обычного права. То есть, что даже в достаточно примитивных сообществах могут, тем не менее, культивироваться представления о правомерном действии и неправомерном. Различение между, допустим, кражей и каким-то законным взаимодействием, оправданным с собственностью. Различение своего и чужого. Можно ли вот считать это явление обычного права признаком наличия правовой социокультуры и, соответственно, правового человека? А мой взгляд, этот вопрос не вполне корректный. Сначала вы должны тогда приведить какой у вас признак правового. То есть, какой критерий правового или не правового? Это пока непонятно. С того, что кто-то называет обычным правом, критерий правового не утекает. Какой критерий у нас будет? Правового или не правового? Я исходил из того, что если есть само понятие о нарушении права, о преступлениях, то значит... Нарушение права и преступления – это разные вещи. То есть, термин «право» – это термин специфический. Он не во всех языках есть. Ну, в разные времена, в разных этапах социокультурного развития и так далее, но терминам может придаваться разное значение. Например, есть русский историк, российский современный историк Панилевский, которому я прекрасно верю. Пожалуйста, такие рассуждения, что первоначально слово «право» и все ему однокоренные, тождественно, имеют явно потестарный оттенок, явно силовой потестарный оттенок. Правда, например, правда, справедливость, вот русская правда, вот на том уровне, в те времена – это явно потестарное содержание. Потому что этот корень «пр» и какой-то проиндогерманский в первоначальном своем значении означает «самый сильный». И, в общем-то, в этом контексте получается, что прав будет тот, право будет на стороне права, правда на стороне того, за кем стоит высшая сила. То есть не просто сильнее в данном контексте «я прав по отношению к тебе», не потому что я сильнее, чем ты, нет, я буду прав только тогда, когда за мной стоит высшая сила. А то, может быть, ты сейчас приведёшь ещё вон таких вот, которые со мной тут разберутся. Нужно искать всегда последнюю, конечную инстанцию. Вот если я санкционирован высшей силой, тогда я прав. Вот в таком контексте первоначально право, правда, справедливость существует. Примитивные народы, в которых можно найти в их языке какие-то слова, эквивалентные русскому право, правда, справедливость, право правильное и так далее, тогда надо ещё, значит, смотреть, ну и чего они называют правом. Силу или что-то другое. Ну, я думаю, вот если мы посмотрим на крестьянскую общину восточнославянскую, достаточно архаичную, или даже какое-нибудь сообщество североамериканских индейцев, мы увидим, что у них есть представление о недопустимом посягательстве на чужое имящество. Вот так, мы ещё разные представления о том, что чужой, что не чужой. У нас есть разные представления о том, что чужой, что не чужой. Значит, есть критерии в либертарии, да-да-да-да-да-да, известный запрет агрессивного насилия. Вот дальше, вот если с этой точки известно. Вот я думаю, что походу, собственно, пошло. Попробуем у какого-нибудь крестьянина отнять корову, вот, и посмотреть за реакцией его соседей, на то, что у него корову отнимают. Все соседи скажут, воровство без предела такого не должно быть. Да. А если всё это оформить соответствующим образом, то он отдаст как миленький для сопротивления. Соседи скажут, да, да, это всё справедливо. Здесь вот так вот просто, вот вульгарно прийти и отнять, вот наверх тебе голову проломит, вот всё. Надо вообще иметь в виду, что у современного человека, в сравнении с западноевропейским, толщина черепушки, черепной коробки, в три раза меньше, чем у средневековых, понимаете, стало в три раза меньше. Потому что тогда, в те времена, выживать могли, вот только вот с такой толщиной черепа. По очень простой причине, там случайно чем-нибудь задели, голову коломили, там бревном случайно задели все и так далее. Возьмите, допустим, негров, вот у них антропологические тоже, у них черепушка толще, ведь кто лучшие боксёры? Либо негре, либо такие, как Кличко или этот вот, полководка. Это депутат. Все остальные вот уже сюда перешли, а эти вот ещё на этом. Так что попробую, там, отними в этом средневековый человек. Я другом ещё хочу сказать, что ещё лет сто, ну, 50-100 лет, антропологи, этнологи, они установили следующее, что у всех примитивных народов, то есть вот у всех вот этих вот, в зачаточном виде есть институты как эквивалентного обмена, так и институты публично-властного управления, распределения, перераспределения и так далее. То есть, то, что называется обычным правом. Там перемешано и то, и другое. Вот эти примитивные народы, значит, смысл такой. Ежели ты своими усилиями добываешь некий продукт, то, во-первых, отдай часть в общую козлу, или как оно там называется, в общий котёл. А остальным распоряжайся как хочешь. Хочешь, обменивайся с кем-нибудь, пожалуйста, это уже твоё собственное. И вот тут отнять уже ничего нельзя. И тут институты самого этого рода криминого сообщества устроили таким образом, что кто-то там за тебя вступится. Найдёшь защиту. А вот другое дело, что я жадный, допустим, я развился, вот там я примитивный человек, а вот от природы я уникальный такой, развился вот до такого состояния. Вот я рассуждаю так. Я вот в их этих мероприятиях, посиделках никогда не участвую, и мне от них ничего не надо. Это я добыл исключительно своими усилиями. Почему я должен им что-то отдавать? Вот, я такой, собственно, вот. А вот тут, то, что называется, на произведительском языке, обычное право такое, что никто меня вообще не спрашивает. Вот меня просто по голове дадут и всё, отберут и унесут, и всё. Вот так, и это будет в рыбе древних, и будет обычное право. И вот то, что называется в Африке, ну не сейчас уже, может быть, 50 лет назад, а сейчас этого уже нет, но именно вот в чёрной Африке, в экваториальной и подобной Африке, там вот сюда пришли государства какие-то, которые белые американцы, английские, французские колонизаторы. Говорил в своё время так, если хотите прочитать, увидеть в квалифицированном виде, в консолидированном виде писанную, значит, конституцию Великобритании, Соединённого Королевства, возьмите конституцию какой-нибудь бывшей колонии, какой-нибудь Ганны, там, Золотого берега, вот там воспроизведена британская конституция, да, там в городах, на побережье, какие-то более-менее цивильные порядки, но если вы отъедете куда-то там за тысячу, то есть за 540 километров в горы, там уже действует обычное право, и вот это обычное право, оно имеет дело исключительно с родовым человеком, там человек как, собственно, личность не существует, у него своих собственных качеств нет, у него признаки рота, поэтому если ты такого рода племени, а если такого рода племени, то два года, а если такого рода племени, тогда тебя надо убить, ритуальным образом разделить, там, сварить, разделить, и каждому из членов нашего рода создать скушень, подобающий ему кусочек. Кому-то вот крылышко, кому-то ножик, кому-то и тому подобное. Вот это тоже называется обычное право. Если взять, собственно, то право, которое... Да, еще такой интересный момент. Римское право, оно же тоже складывается, как обычное право. То есть то, что действительно является правом римской частной право, оно складывается именно в форме обычая. Обычай и обычное право, обычай на всех языках обычай, а вот обычное право, это в разных дискурсах, могут быть вообще взаимосвучающие вещи. Я это понял так, что если свод обычаев и норм содержит в себе какие-то потестарные, иронические, деспотические составляющие, то правом к его набивать нельзя. В либертарианстве критерий правового это запрет агрессивного насилия. Если институты являются сами формой агрессивного насилия, то это институты потестарные. То, что называется на позитивистом языке обычным правом, это нередко бывает институты потестарные. Институт, позволяющий одним группам управлять другими. тогда получается, что любой уголовный суд это постсоциальный институт. Если уголовный суд наказывает за агрессивное насилие, то это правовой суд. Если он сам является способом агрессивного насилия, тогда это потестарный суд. то есть суд может быть вот дело рассмотрел одно, в нем проявил себя как потестарный, в другом деле проявил себя как правовой институт. И один и тот же судья в течение одного дня становится то правовым, то потестарным институтом. У нас не упражнение по логике, у нас попытки анализа социальной достояния, не социальной системы. Ну, спасибо. Второй вопрос у меня про античных. Вот все-таки можно считать Афины времен процесса над Сократом правовым обществом, где жили уже правовые люди. Или это все-таки как раз яркий пример негосударственно-правового этатистского общества. То есть, да, именно государственного неправового этатистского социума и соответствующей социокультуры. Во-первых, любую реальную социокультуру, реальную социокультуру, создаваем каким-то народом, всегда есть субкультура и того, и другого типа. Просто один из них может превалировать, может быть более ярко, и он создает нам впечатление, что относим всю эту социокультуру именно к этому типу, и не нужно знать, что там есть субкультура противоположного типа. Если взять ту культуру в то самое время, то я говорю, да, однозначно, это социокультура правового типа, но исторически не развита. Ибо вот с точки зрения афинян, которые могли относиться, которых мы могли бы отнести вот к этому типу, с точки зрения тех, афинян, вот эти просто-напросто не человеки, они там животные. А с точки зрения права как развитая права, реальное право, право в реальной развитой правовой ситуации предполагает общение внутри, значит, круга, право в исторически развитой ситуации предполагает, что все члены сообщества становятся в равной мере свободными, признаются равноправными членами этого самого сообщества. Равноправие всеобщее растеряется. Значит, здесь, в этой ситуации, в античной, в экрекреско-античной ситуации, можно сказать так, запрет агрессивного насилия распространяется не на всех. Почему? На кого-то он не распространяется. То есть в том случае, что они, что защита от агрессивного насилия здесь распространяется не на всех. Почему? Потому что вот эти подобные пары и так далее не считаются вообще людьми. Тут мы подходим к проблеме определения вообще человека или там полноценного человека. Филипенко и Гавенко, они говорят, это все человеки, но вид-то будет разный. С точки зрения простых в этом смысле нравов греко-римской античности, это не человеки, это говорящие орудия. Значит, это исторически неразвитая правовая культура, где нормой является то, что вот в одной группе распространяется на всех защита от агрессивного насилия, в других группах нету такого. Они могут быть объектом законным, легитимным объектом агрессивного насилия. Причем никакую четкую границу между этими группами провести нельзя. Например, именно в такой исторически неразвитой правовой ситуации существует такой логический сегодня удручающий либертарианство феномен, как продажа себя в рабство. То есть правомерно ли продать себя в рабство? И вот начинается дискуссия. Вот этого давным-давно нет и вообще это некая специфика. То есть это исторически неразвитая правовая ситуация. Она не такая, как капиталистическая. Там по-другому и по разным параметрам по-другому. Поэтому и то, и другое тип один и тот же правовой. Но тип это еще не все. Ты ответил на вопрос? Нет нет. Все-таки это больше на тему отношения к рабам и лаворов. А Сократ не был рабом и лаворов. Он был таким же афинским гражданином. И точно так же любого другого гражданина, если бы он взялся отрицать богов и совращать юношество, точно так же бы осудили. Вот как осудили его на основании формального равенства. это сделало бы народное осознание тех самых крестьян, воинов вполне демократичной соблюдением процедуры. вот как такой феномен воспринимать что он осудили его как демократичной никакой границы непереходимой между группами тех, на кого не распространяется запрет эффективности никого не распространяется не существует. Поэтому это ошибочное суждение того вот Сократ был такой он принадлежал ну повезло ему так ну повезло потому что он уже родился после реформы салона. А там же пришествовала ситуация когда вот внутри себя сообщество ну произвольно достаточно делилось там на свободных и рабов. Ну не все так просто. Спасибо. Третий вопрос. Я правильно понял что вы считаете что если существует признается публичная власть хотя бы с минимальными полномочиями то этим закладывается уже тенденция к разрастанию данной власти в протестарный институт Примерно так но я должен ждать необходимую уточнение с точки зрения ученого от моего признания чего-то не признания там публичной власти вообще ничего не зависит нужно исходить видеть эту картину несколько по-другому мы живем не в той ситуации когда в чистом поле или на чистом лице мы сейчас ну давайте как мы признаем что будет у нас публичная власть или не признаем нет в этом смысле нас никто не спрашивает а речь если от нас будет что-то зависит речь пойдет и о том в какой мере мы сможем минимизировать публичную власть которая есть во-первых факт и которая всегда стремится к экспансии то есть факт что она всегда есть и что она всегда стремится к экспансии то есть любые революционные переустройства общества или устроение каких-то новых цивилизованных сообществ людьми которые привыше всего ценят свободу все равно заканчиваются восстановлением публичных властных институтов и так далее и тому подобное с последующими тенденцией почему ну потому что они вот люди которые самые свободные они же не в вакууме существуют в цивилизованных вот уехали они через океан туда во мере где кому свободы там не хватает причем там отморозки перестреляли друг друга и они стали устраивать самое свободное общество на земле оно позже других перешло к социализму и только в виде вот нового курса кого там выиграл а потом взлетал как раз вот еще какие вопросы да простите пожалуйста я так понял если я правильно понял скажем вот человек может стать личностью или становиться личностью приобретать вот этот менталитет в детском возрасте я вас понял значит он находился в социокультурной среде которая позволила ему такой менталитет приобрести правильно я понимаю вопрос состоит в том как появилась эта социокультурная среда с такими хорошими качествами во первых вопрос о курице ице во вторых пожалуйста отсылаю вас к книге Илькаренко Илькаренко не ну ваше отношение к этому здесь вопрос более общий с одной стороны социокультуры делают люди с другой откуда берутся социокультуры их делают люди с другой стороны откуда берутся люди именно принадлежащие такой социокультуре их воспитывает социокультурная среда вопрос курицы и яйца ну вообще-то сейчас считается что сначала произошло яйцо английский ученый не надо инструкции форма развития жизни так она построена что сначала появляются некоторые образования типа яйца а потом уже большие организмы понимаете какая вещь так что это не так а все-таки вот термин дупа вы использовали да и опять пользуюсь термин дупа я не использую вы сказали что есть такие государственные человеки это дума можно дальше к вопросу относить я к вам в свою очередь вопрос относительно соотношения курицы и яйца а я в случае читал про то что курица все то есть сначала это трансформировалось нечто что потом породило это яйцо сначала это был Василий а я садись у вас очень хотел спросить об источнике уважаемые дамы и господа будьте добры в реплике это одно дело другое ко мне вопросы есть какие-то да пока не уверен это нефтесреднее между вопросом реплик я сказал что у них хранится между людьми так наверх можно ли это некоторым образом все что нам было рассказано суммировать таким образом вот оба эти начала рвовое патистарное в присущей человеческой природе отсюда вот опять-таки курица и яйца в принципе и в совершенно патистарной социо-культурной среде время от времени появляются рвовые личности можно сказать так вот это его разумная природа позволяет его менталитету как сейчас выяснилось до такого до такого и даже вот до какого большой зависимости от существующей социо-культурной среды но не безусловной зависимости не безусловно то есть с одной стороны какие-то генетические задатки а другое дело одинаково с генетическими задатками перемещаем в разные среды и получается на выходе два совершенно разного и соответственно как в著 Sub-Fu социо-культурной среде у нас формируются правовые личности так и в правовой социо-культурной среде формируются те самые родовые или аля аля в правовой социо-культурной среде гораздо больше возможностей все-таки безусловно нет то есть количество здесь предложения и что в принципе в любой социо-культурной среде наличествуют социальные регуляторы и правового, и патестарного типа. Весь вопрос в их доминировании. С уточнением, что если в социокультуре правового типа мы можем найти какие-то существенные вкрапления от патестарных институтов, то вот если мы возьмем социокультуру чисто патестарную, не нужно забывать, что чисто патестарную, причисли это в кавычках, получается в стремлении всячески подавлять любые свободные обмены. То есть правовая допускает то, что, например, будем силовым путем все-таки отбирать часть имущества для того, чтобы организовать бесплатную скорую помощь, какую-то медицину и что-то еще там прочее, прочее, прочее. И люди, в общем-то, не очень-то и протестуют. Попробуй аналогичное, симметричное сделать в чисто патестарной ситуации. Да, тут же залежу. Я еще чуть-чуть продолжу, у вас, кажется, у вас. Дальше я правильно поняла, что публичная власть, в общем-то, ну, берет, я не знаю, плюс-минус правовой форме, да, возникает в условиях правовой социокультурной среды в качестве средства защиты от палеатов и этих самых родовых человеков. Вот это уже некая вольная интерпретация, то есть публичная власть, правовой социокультуре возникает. Ну, если для правовых человеков она особо не нужна для вас. Дело в том, что она существует как-то вот независимо от характера этой культуры, социокультуры, она проявляется по-разному. То есть, если посмотреть, как вот возникает издаличная века римская социализация, мы увидим, что там все-таки какие-то публичные властные институты существуют, по мере того, как происходит, не вдруг, ну, ба-бах, и правовая культура пошла. Нет, какие-то процессы идут, публичная власть тут существует. Однако, при этом, значит, возникает конкуренция между способностью, между вот такой социальностью, когда отдельные домохозяева, так сказать, способны эффективно себя защищать, и между стремлением, там, в рамках какого-то городского сообщества, одних людей управлять другими. Вот тут какая-то конкуренция. Значит, вот мы говорим, эти исторические генералы, правая ситуация, это вовсе не значит, что тут возникла правовая культура, и стали думать, а как она нам теперь обустроить публичную власть? Да нет, это она сама приспосабливается. И по мере того, как люди могут обойтись без публично властного управления, она не развивается, не экспансируется и так далее. Ну да недолго, очень быстро людям это надо летает, они говорят, давайте мы откупимся, а вы, значит, будете вместо нас выполнять все публичные дела. Да, с удовольствием, ну давайте. И еще ничего. Последний момент, последний момент, последний момент. Нет, 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 нет. К вопросу о том, что Владимир Александрович называл там прогрессом свободы, там, в истории человечества, да, да, в принципе, было показано, что в условиях этой плюс-минус рвовой западной социокультуры идут вот эти вот процессы там отчасти по типу маятника, да, когда эта рвовая доминанта то усиливается, то подавляется. Но все-таки можно сказать, что в условиях западной рвовой культуры плюс-минус идет этот самый прогресс в антексте мерсисианса, расширению сферы свободы, и можно ли сказать, что в общем и целом, пусть на уровне какого-то, пусть на уровне заимствования мы наблюдаем постепенную экспансию западной правой культуры или нет? Во-первых, очень интересную трактовку прогресса в этом смысле, в нашем смысле, есть у Пилипенко-Ампликовенко, а именно, они говорят, что если посмотреть на ничто было раньше, как сейчас, то там, где сталкиваются эти типы государственных, правовой человек, вот там вполне возможно насилие. насилие, сила, именно как разрешение конфликтов, потому что они не уживаются, вот пока один другого над другим не встанет, мира не будет, будет состояние гражданской войны всегда. Вот, они говорят, вот если посмотреть на то, как оно было раньше и как сейчас, ну явно прогресс, его насилие становится в этом смысле все меньше и меньше. Вот, по-прежнему они говорят, вот этого полно и полно, но прогресс заключается в том, что теперь они уже не стремятся всех резать вокруг себя. Вот так интересно. А в плане экспансии, например, другие культуры? Экспансия, понимаете, вот экспансия тут скорее всего наоборот, культура она не сама по себе, культура она вот в головах людей, значит, чем больше, я уже в этом прошлый раз говорил, чем больше негров понаедет сюда, тем больше тут будет вот до правового человека, чем больше до правового человека, чем быстрее загнется эта западная культура, а то, что она загнется, это факт тоже. А Яковенко-Пилипенко тоже пишет об этом, что это социо-культура возникло тогда, вот там был тогда всплеск, теперь вот у нее такой конец, мы наблюдаем ее конец, дальше либо она изобретет, какой западная культура имеется в виду, изобретет какой-то новый способ идея, из нее что-то опять произрастет, либо другие народы там будут определять по городу планете, китайцы и муслимы и прочее. Но они ее будут определять, как бы нет правовой стороне, да? Нет, во-первых, они на эту тему ко мне вопрос, это не к ним вопрос, а я здесь ничем помочь не могу. Я знаю, вдруг Китай распадется, там произойдет Великая Китайская революция, вот, и китайцы будут самыми правовыми субъектами. То есть я, в принципе, не об экспансии китайцев или первого человека, я об экспансии правового или не правового начала, грубо говоря, тот, какой из них являются... Нет железных законов истории, я не знаю, что там будет. Пойдет. Вот я понял так, что из вашего ответа, что человек личностью становится главным образом сам по себе. Значит, это для меня очень важный вывод, вот, вы его подтверждаете, в значительной степени человек становится личностью сам по себе, поскольку он является, с одной стороны, человеком разумным, с другой стороны, он является человеком юридическим, и третье состоит в том, что, вообще-то говоря, сознание, оно развивается таким образом, что еще до появления человека появляются элементы, значит, подобные сознанию. Поэтому в бытие человека определяется его сознание. Иначе как может человек сам по себе вдруг стать правовым? человеком. Поскольку, мы же сказали... Вопрос... Нет, подождите. У вас накручивается одно на другое, собственно, вопрос в чем заключается? Вопрос состоит в том, правильно ли я вас понял, что человек становится личностью, то есть правовым человеком, в значительной степени сам по себе? Само по себе вообще ничего не бывает, само по себе, значит, оно как-то связано, что-то заложено, тогда может быть в этом смысле само по себе. Среда влияет, и тут никак уж не может быть само по себе. Нет, нет. Когда я говорю «сам по себе», я имею в виду то, что в него заложено при его формировании, при его происхождении. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, по этим вопросам к книге перед тем, как его... Нет, но они на такой вопрос ответы не дадут. Вы книгу уже не читали, а вы уже говорите, что... Ну, понятно, я как-то читал, но я вроде... Шутка. Да, уточнение насчет книг. Что я там пишу насчет следующего? Пора не спросить. Значит, может ли индивид стать личностью, милую стадию полиата? Или это необходимый этап? Это все в степени развитости менталитета. Вот ты родился, когда ты совсем маленький, ты прошел и эту стадию, потом и эту стадию прожжешь, и даже в шесть лет уже вот на эту перескочил, и раз ты уже перескочил на эту стадию, тебя обратно уже никак запихнешь. То есть, но некоторые, почему-то, находясь в социокультурном окружении правового типа, вот на этом уровне останавливаются. Ну, это какие-то аномалии могут быть. Ну, я же говорю, я и не врач, и не психотерапевт, и не социальный психолог, и не пилипенко-яговенко. Значит, они вообще надо быть. К ним, пожалуйста. Вот, уважаемые дамы и господа, значит, если у вас нет вопросов больше, вот тогда я прошу, значит, меня сейчас отпустить всего лишь на четыре минуты, это спуститься вниз, покурить и так далее. А как раз у вас Ген Зумбатович к этому времени закончит что-то нарисует. Чечеепитие, вот, и тогда уже продолжим. Сейчас перекур коротенький.